Все лето я растил свою пшеницу, Чтоб лучшие хлеба сейчас испечь. Труда вложил так много и старанья, Пускай они порадуют людей. Вот каравай, душистый, круглый, Украсить он готов любое торжество, Батрушки с творогом и булочки с повидлом, Батоны и буханки, французские крусанты, Печенья, бублики, баранки, Берите, люди, угощайтесь, Все даром отдаю я вам. И мне приятно это будет, Что я не зря трудился людям. Хлеб уж готов, берите хоть сейчас, От всей души подарок мой для вас. Почем булочки продаешь? Нет, я не продаю, бесплатно берите, Сладкие они. Совсем мне это непонятно, Хоть доллар за них возьми, Я заплачу. Я вам их и так отдам, Я подарю. Я не могу. Из-за них в долгу мне быть? Благодарю. Нет, лучше мне про них забыть. Ко мне идите, Чтобы ароматный хлеб К столу скорее взять. И сколько за него ты хочешь? Всем я даром отдаю. Ну тогда горшок возьми надежный, Ведь я гончар, Их продаю на рынке. И горшочек можно мне На хлеб твой обменять. Возьми же так, Его бесплатно. Ни денег ты не хочешь брать, Ни мой горшок. Мне странно просто так Брать товар чужой. Берите все, Кто пожелает. Хлеб душистый, Сладкий мой. Денег очень мало. Я даю в подарок все. Ну ладно. Я у вас видала, Тот самый маленький. Моих мне денег хватит. Может быть. Большой берите, Самый лучший. Хочу его я заслужить На вашем поле. Уж очень я привыкла Всем за все платить. Берите так. Нет. Может я смогу у вас на поле Поработать В следующем году. И тогда, наконец, Попробую Этот хлеб. Вот интересно. Брать боятся. Но почему? Ведь в поле я Все лето ради них старался, Чтоб просто подарить. Почем булочка? Просто так. Пускай друзья твои подходят. Скорей. Дяденька дает булочки нам покушать. Даром вот наедимся. Простой мальчишка принял мой подарок И без сомнения поверил в доброту. Нам благодать дается даром. Примите, люди, без сомнения, Ведь за спасение заплачено сполна. Следующий. Вашу папку. Что-то украла. О чем-то солгала. А, тут есть еще что-то хорошее. Конечно. Я посещала воскресную школу. Я даже сама была учителем воскресной школы. Следующий. Вашу папку, пожалуйста. Я пытался жить хорошей жизнью. Ну, когда-то я на экзамене списал, Но потом я устроился волонтером, Чтоб кормить бедных. Так что одно другое должно компенсировать. Я думал, одно другое должно компенсировать. Я старался сделать этот мир лучше. Колодцы копал в Африке. Еще в оркестре играл. А на этот канал на Ютубе Вы тоже подписывались? Ну, я только новости там читал. Ничего не смотрел. Но если смотрел, То очень осуждал все, Что там они делают. Ну, я же только новости там читал. Следующий. Ах да. И родители у меня верующие. И папа мой дьякон. Так что я рассчитываю На дополнительные бонусы. А бонусы. Следующий. О, простите. Я не знал, что он с вами. Ну что ж, проходите. Не вы, он. Субтитры создавал DimaTorzok Проходите. Врата открыты. Так нечестно. Так легко. Так просто. А дела? А в церковь он ходил в среду и пятницу? А колодцы в Африке копал? Поэтому это и называется благодатью. Божий. И по благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Так почему же так важны дела? Так почему же так важны дела, если спасение дается даром? Дела показывают. Дела показывают, кому вы служите, чем живете и что вам в жизни важно. Дела показывают, приняли ли вы благодать Божию. По плодам узнают вас, что вы его ученики. Помните, благодать Божия спасительная для всех человеков дается вам даром. А плоды ваши, любовь, мир, долготерпение, милосердие, воздержание показывают, приняли ли вы благодать Божию, которая изменяет и преображает каждого человека. Проверьте же себя, готовы ли вы встретить того, кто уже приготовил место для возлюбленной невесты своей церкви. О мой друг, не так ли мы с тобой, как смоковница бесплодная, живем? Сколько к нам приложено труда, почему так мало в нас плода? Но Господь не хочет нас губить, Он еще продлил нам жизненный срок. Будем же от всей души служить, помня той смоковнице урок.